Когда-то о нашем регионе предпочитали не говорить. Так слабы и плачевны были бюджет и экономика, территория и население. Низкий уровень оплаты труда, застой на предприятиях, административные отпуска и даже протестующие на рельсах. Трудное время, которое не выбирают. Директор всех. Ну где директор? Он собрался в Испанию, завод в местном положении, народ сел на дорогу, а директор поехал в Испанию. У меня трое детей, первый класс получили, третий. Ну где вот я с чем буду, кормить вот. Мороз! Сидят без хлеба, детям, детям нечего есть. Нет денег в области. Нужно менять политику правительства. Еще долго придется ждать этого момента, когда выплатят деньги. Нас просто выгонят еще на полгода и все. Это все бесполезно. Мороз! Выбирать пришлось обновленной команде губернатора Морозова. Его мечта сделать из региона красного пояса инвестпривлекательную территорию воспринималась скептически. Но планомерная работа и титанические усилия не прошли даром. Инвестиции пошли и нас заметили. Инвесторам мы даем не только льготный бизнес-климат, но и современную инфраструктуру в производственных кластерах авиационной, автомобильной и ядерно-инновационной отрасли. Ульяновский опыт использован в работе над стандартом деятельности органов власти субъектов России по улучшению инвестиционного климата в масштабах страны. Безусловно, это высокое доверие президента к курсу нашего губернатора, который он проводит на территории Ульяновской области. И предстоит еще, конечно, большое событие в сентябре. Это выборы и там доверие самих ульяновцев должно прозвучать в полную мощь. Все прекрасно понимают, что, наверное, ждать вообще большего от руководителя государственного масштаба, наверное, трудно, потому как ни одно учреждение культуры не может сказать о том, что оно находится в забвении. Ни одно направление культуры не может сказать, что ему не помогли ничем и никак и никогда. Сергей Иванович на самом деле принимает очень живое участие в нашей жизни. В структуре инвестиций более 90% составляют частные вложения. Это новые предприятия, рабочие места, высокое качество менеджмента и социальных стандартов. Яркие примеры – высокотехнологичные проекты компании «Гильдемайстер», «Пинклтон», «Марс», «Токата», «Аэрокомпозит» и многие другие. «Авиастар» реализует свои инвестиционные программы для государственного заказа. Ключевыми отраслями активной работы с инвесторами остаются авиа и автомобили строения, строительство, сельское хозяйство, пищевая промышленность, композитные материалы, станкостроение. За практически 12 лет управления Сергея Ивановича Морозова изменилось в новом области, в лучшую сторону. У нас появился президентский мост, у нас развивается инвестиционная структура. Особенно большое уделяется молодежи, реализуется много проектов. И опять же дается много инициатив для проявления собственных проектов. «Вспоминая просто историю, что было раньше и что стало сегодня, конечно, динамика очень сильно изменилась. Естественно, динамика положительная. По многим секторам, именно в сфере ЖКХ, произошли положительные изменения. Сергей Иванович всегда интересовался и интересуется всеми проблемами». Ульяновск строится теперь не только к юбилейным датам, но и в силу демографических процессов развития мегаполиса. В последние три года ульяновский регион занял высокие позиции по темпу ввода жилья в ПФО. За последние десятилетия пришлось кардинально перестроить и собственное мышление. Ульяновцы учились осваивать передовые наработки, формировать креативную среду, открываться для партнеров, успешно выходить на зарубежные рынки. Позитива стало не в пример больше. Международные форумы, фестивали, конференции в сфере экономики, культуры, социальных отношений, спорта вывели регион на новый уровень. «Была прекрасная организация чемпионата мира по хоккею. Это действительно достойно уважения, потому что на хорошем уровне все было подготовлено». «Культурой, спорт развивался, ну и все остальное». «Праздники хорошие стали. Очень понравился Новый год, украшения, елки, салюты. Я думаю, настроение людям поднимает». «У нас все хорошо, дай бог ему здоровья, он все делает только для нас». «А что конкретно?» «Ну и для пенсионеров для нас все делает, и ярмарки делает, и все, это он все для нас. Так что мы им довольны». «Первое, хорошее, что он пенсионером назначил, ветеранские, а так дороги плохие, еще хуже. Ну так, на тройку ему». Предстоит еще много сделать. Активнее развивать малый и средний бизнес, социальную инфраструктуру, повышать благосостояние каждой ульяновской семьи, думать, строить, развивать. В целом продвигать регион. К этому готовы все. Работать придется вместе. «Что изменилось? Ямы стали больше. Что еще? Знаешь, что производство к тепличному упало на 70%?» «Ну первое, конечно, дороги. Потому что дело в том, что делают, не делают, а вот посмотрите, можете увидеться. Второе, ну, наверное, здравоохранение. Я думаю, это одно из важных, потому что люди должны быть здоровые, счастливые. Ну и третье, это, конечно, экология нашего города, одно из главных, так скажем. О пожилых людях надо больше думать». В сентябре ульяновцам предстоят выборы. Вряд ли они станут интригой. Одобрение Кремля по опыту других регионов фактически определяет, кто станет следующим главой Ульяновской области. От безысходности ульяновцы куда-то уже ушли. Наступило время надежды притворять в реальность.